Комбинат благоустройства и лесного хозяйства перешел на зимний график работы. Две смены водителей с пяти утра готовы во всеоружии встретить и снег, и гололед. Работниками предприятия к зиме подготовлено 65 единиц специальной техники. 16 самосвалов, тракторов с щетками, плугами в пределах 16, 8 урядеров. Вот и другая различная техника, которая будет задействована на улице города, на уборке территории. Для борьбы с гололедом заготовлены 4500 кубометров песчано-солевой смеси. Для складирования снега подготовлено снегохранилище, которое, кстати, приходится охранять, зачастую безуспешно, от зареченцев, норовящих использовать эту территорию в качестве свалки. В целом комбинат благоустройства готов к зиме, но не все так радужно. Большая часть техники предприятия имеет значительный износ. Специальных машин для качественной уборки снега во дворах и гаражных кооперативах раз-два и обчелся. Комбинат испытывает острую нехватку запчастей. Вопрос только состоит о финансировании, но есть проблема финансирования. Не хватает аккумуляторов, как и автотракторные резины, так и автомобильные резины. Но несмотря на это коммунальщики готовы убирать город. Если им не будут мешать – жители. Вернее, тысячи автомобилей, которыми забиты все дворы и улицы Заречного. Прошлой зимой доходило до того, что водители снегоуборочной техники отказывались выезжать в рейс, опасаясь ненароком задеть припаркованные, где попало, машины. Особенно техника, которая будет большая. Рейзера, эскаваторы, бульдозеры – они опасаются за те транспортные средства, которые находятся на обочинах города. Эта проблема была вынесена на обсуждение межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. По примеру других городов представители КБУ предложили разграничить стоянки автотранспорта на улицах по четным и нечетным числам. Нами было подано предложение по перемещению дорожных знаков ограничить стоянку автотранспорта на дорогах общего пользования уличной сети города для ограничения механизмной уборки дорог в зимнее время. Мы посчитали, наши специалисты посчитали, что для этого нужно 58 знаков. Соответственно, с табличками, где будут написаны четные числа и нечетные числа. Вот только будет ли это миродейственной? Ведь зареченских автовладельцев никогда не останавливали подобные запреты. Этот вопрос надо решить с отделом внутренних дел города Заречного. Только они могут убрать эти машины, то есть сотрудники ГИБДД. Только после этого будут наши улицы чистые и убраны от снега. И прежде чем ругать коммунальщиков за снежные заносы и сугробы, подумайте, не ваш ли любимый автомобиль помешал трактористу расчистить дорогу? Станислав Корякин, Андрей Яркин, телерадиокомпания «Заречный».